Ну вот, я снова с вами. Уже серия довольно большая получается. Поэтому, наверное, вам расскажу не так много, как хотел, но... Тем не менее, сейчас расскажу небольшую такую особенность, что надо сделать, если вы делаете проход прямо под землю, а не в горе проход, как я делал раньше. Нам это нужно как-то закрыть. И сейчас покажу, как. Так, у плотника или масона можно заказать хэчкавер, это люк, большая ха. И вот мы можем построить 4 люка, что я уже сделал, и запросто закрыть наш проход. И это делается очень просто. Б, и... Так, флор хач. Вот. Вот так. Вот так. Вот так. И вот так. И сейчас наши гномы быстренько сюда поставят наши люки. Многие из них сейчас заняты строительством моего замка. Этот длинный проход я делаю, чтобы потом сделать эту, ту самую ужаснейшую ловушку, которую я хотел. Надеюсь, у меня получится на этот раз. Ну вот. И теперь в наш... в нашу крепость всякие неразумные животные проходить не смогут, и летающие монстры, которые смогут преодолеть стену, они не могут открыть люк. Поэтому мы стали немного более защищены. Так, телефон. Да, отличные все-таки новости принесло мне этим звонком, но они не касаются игры Дворф Фортресс. Так. Что-то, о чем я говорил? О люках. Ну вот, люк, я твой... А, не-не-не, короче, с этими люками мы теперь более защищены. И это здорово. Сейчас очень не кстати наступила зима. Я хотел вам как раз показать подземное хранилище воды. Но ничего, все равно оно будет. Сначала нам нужно сделать в один... В этот... Блин, забыл, как это называется по-русски, но по-английски это Floodgate, Floodgate. И она у масона делается А и Л Floodgate. Вот. И они обозначаются как вот такие вот... Как картины, только белые с золотистым крестиком на паке графическом, которым я играю Iron Hand. Так. B и Floodgate. Он ставится на клавишу... По-моему, это X тут. Да, наверное, X. И ставим его куда-нибудь сюда. Замечательно. Теперь подождем, когда наш гном принесет сюда свою флатгейтину. А, еще эти... Кстати, надо окно закрыть. Фух. Да, получается, как-то у меня не особо уверенно, но... О! Вы только посмотрите на него. Замуровал сам себя. Молодец. Я таким горжусь. Надеюсь, это не механик. Так. Что нам еще нужно? Нам нужно соединить... Наш... Этот самый... Флатгейт с рычагом. Я уже подготовил один рычаг. И... Подсоединить его на клавишу F к флатгейту. Вроде... Вроде, да. Так, что-то я... Немного недопонял. Недопонял. Ад... Недопонял. Недопонял. Флатгейт. Ассайм. Ассайм. Во. Здорово. Почему-то мне кажется, что это мой механик. Но ничего. Сейчас назначим нового механика. Они никогда не помешают. Надо очень... Активно пользоваться этим дворфтерапистом. Чтобы избегать всяких таких неприятностей. Конечно, можно снести вот этот флатгейт и построить его заново, но... Это мне, по сути, ничего не даст. Потому что опять кто-то себя замуравит обязательно. Ну вот, как видим, наши механики установили сюда механизмы. И теперь мы можем по старой схеме подождем еще. Ну а теперь можем постарать схеме нажать Shift-P. И сейчас кто-то откроет... Вот, как видите, рычаг изменил положение и... наш флатгейт открылся. Так... Запутаться немного с клавишами. И теперь опять нажмем A и Shift-P чтобы снова нажать рычаг. И что мы видим? Флатгейт закрылся. И это здорово. Теперь нам нужно замуровать вот эту стену. Чтобы вода не вылилась. Поэтому жмем B Ой, B Да, все-таки B Shift-C и W чтобы поставить сюда кусочек стены. Обычная стена из каменной соли. Каменной соли у меня много. И будем надеяться, что гном себя не замурует тут. Ну и вот у нас хранилище готово. И остался последний штрих. А именно нам нужно сделать прорыть канал, чтобы вот отсюда смогла течь вода. Поэтому жмем D и Channel это клавиша H. Канал отключается от обычного рытия тем, что он копает строго вниз. И вот мы можем здесь прорыть его. Вот так. И сейчас сюда прибежит свободный шахтер и сделает нам канал. Очень полезная функция. Пригождается во множестве разных ситуаций. Ну и вот. Когда река растает, вода потечет сюда. И я смогу открыть этот флатгейт и вся вода вылится вот сюда. Что несомненно очень удобно. Так, что у меня там? А у меня кончаются напитки. Всего четыре напитка. как я вовремя заглянул. И чё я всё время забываю об этом? Это я не удаляю из видео только из-за того, чтобы напомнить вам, что обязательно следите за вашими напитками. сезонное Ну вот наступила весна, всё растаяло и у нас теперь сюда течёт вода. И сейчас я вам покажу кое-что. Хотя вы наверное уже знаете, что я вам покажу. Так, A и большая P. так. Я включил сезонное автосохранение в лейзинге паке. Поэтому у меня будет так подвисать всё время, когда будут меняться всякие сезоны типа весна, лето, осень, зима. И у меня опять опять у меня переглялась видеокарта. Блин, это жара, плюс 30 градусов меня как-нибудь доконает. Комп уже доконала. Ну ладно. Здесь мы видим, как у нас бодренько течёт вода. Так. И вот спустя какое-то время вода заполнила наш резервуар. И нажав клавишу K и посмотрев вот сюда мы видим, что вода почти везде уже на уровне 7. Вот здесь. И это значит, что резервуар уже заполнен. А воду можно будет черпать из колодца, если уровень воды по-моему не ниже 4. Хотя тут я могу опять перепутать, поэтому ничего не буду говорить. так опять жмём этот самый наш рычаг соединяющий наш флотгейт. Так. Ждём, 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 ждём. И вот. Всё закрыто. здесь у нас огромный водоём глубиной всем клеток и он зимой не будет замерзать, потому что он не соединён с рекой и находится теоретически под землёй, потому что здесь у меня поверхность. И что я сделаю для колодца? Сначала мне понадобится D и H для канала. и сделаем его здесь где-нибудь. Великолепное место. И подождём. Только без паузы будем ждать, естественно. И подождём, пока наши шахтёры не прибегут и не сделают. Ну и где же шахтёры? Шахтёры! Ау! Шахтёры! Да. Похоже, наши шахтёры чем-то очень сильно заняты. Интересно, чем? О, понятно. У них вечеринка. И те, кто на вечеринке, они действительно очень счастливы. И это хорошо. Вечеринка вы, блин, решили устроить, гады. А меня не позвали. Блин, гноме вечеринка, судя по всему, потому что тут сидят три гнома этих шахтёры. Я имею в виду шахтёрская вечеринка. Так, ну ладно. Вот наш брокер, он тоже шахтёр. И вот тут мы видим у нас теперь дыра, которая насквозь связана вот с этим вот местом. И чтобы нам построить колодец, нам для начала понадобится блок каменный. Сейчас покажу, как делать. A и вот rockblocks на клавишу B. Но у меня один рокблок уже есть, насколько я помню. И теперь надо построить мне колодец. Поэтому это B и VL 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 Так, где у нас был VL? Вот он. Клавиша по-моему это L. Так, вот сюда вот ставим на место этого канала. И вот используем вот этот rockcell блок, который я делал. Показал как его делать. Берем ведерко любое, веревку и механизм. Вот так вот сложно делается этот самый колодец. Но тем не менее. Кстати, здесь у меня будут бараки, здесь у меня будет госпиталь. Так. Иногда отменяются вот постройки, потому что я здесь сюда могу зайти какое-нибудь животное или еще что-то. А у меня тут панды с волками и с оленями бродят. где-то тут. Ну, короче, где-то бродят. Так. Ну и как там у нас колодец строится хотя бы? Нужен архитектор. Архитектор у нас, как всегда, заняты. Кстати, как эти полы делаются? Так, сначала надо, естественно, удалить это дерево. Д, Т. Вообще, удалить все деревья отсюда, потому что они здорово мешаются. Ну, вот наш... А, нет, это лесоруб. Всего лишь лесоруб. Ну, ладно, пока могу построить здесь пол. Это B, Shift, C и F. И потом, так же, какие мосты и стены устанавливаем сюда. И ни в коем случае не железные слитки, потому что это будет слишком буржуйский пол. А, RockSelt. Ну, и любой другой камень, который у вас в избытке. Так, что еще мне понадобится? Shift, C, Upstairs. Обязательно на вот таком вот обычном полу. Где-нибудь... Вот так. Они нам пригодятся, чтобы сделать второй этаж. так, и еще раз floor, пол, то есть... Так... Shift, C... И сюда пол. Э... Вот она. Ой. Очень часто случаются такие ошибки, что лестница вместо пола или стены. И это немного неприятно. Приходится их потом удалять. Ну, это недолго. B, Shift, C и Flow. О, обязательно жмем Enter, чтобы не возникало таких ситуаций неприятных, что мы строим лестницу. Вот так. И заканчиваем последние штрихи. Ну и вот, первый этаж нашего госпиталя почти готов. Кстати, кажется, я что-то отступил тут. Да, забыл я про ступеньки здесь у меня в бараках. Но ничего. Удаляем отсюда пару блоков. И B, Shift, C и U. И потом опять U. И вот у нас ступеньки будут готовы. Так, вот наш архитектор потихоньку строит наш колодец. Как им пользоваться, я вам покажу. И на этом, наверное, завершу сегодняшний эпизод, потому что он получился очень длинный. Как мне показалось. Да и по весу может не пройти. Да и вообще слишком большие ролики, тяжело для восприятия. Посмотрим. Если получится слишком длинно, то... Скорее всего, разрежу пополам. Ну, примерно пополам. Примерно... Как получится, короче. Так. Ну, где же наш архитектор строящий? О, сразу трое. Блин, что ты делаешь? Ладно. Designed. Так. Ну и вот. И теперь нам нужен только масон. А масоны у нас в основном заняты постройкой полов. И вот у нас колодец готов. Как видим, около колодца можно сделать зал собраний, митинг-холл. Но я этого делать не буду, потому что у меня митинг-холл в столовой. Теперь я буду называть это столовой, а не кухней. Так. И теперь можем сделать это источником воды. И жмем. Вот так вот выделяем четыре клеточки примерно. И жмем клавиши W. И, наверное, P. Хотя не, P не надо. Только W. Потому что это Water Source. И, скорее всего, здесь будут набирать наши гномы воду. По идее, все должно быть именно так. Замечательно. Ну и покажу вам, как делал второй этаж. Раз начал. В следующий раз, скорее всего, забуду. Так. Как видим, у нас тут уже... Такое все творится. Так. Д. Д. Даунвард. Или. Здесь у нас... Так. B. Shift-C. Flow. Похоже, я что-то забыл. Короче, я об этом расскажу вам в следующем эпизоде. Видимо, это из-за того, что у меня там еще ничего не готово. Ну, короче... Всем спасибо. Спасибо, что смотрите мое нубство. Спасибо, что учитесь этому нубству от меня. С вами был Атси. И всем печеньки. Со сгущенкой. И молоком. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...